ВОЙСКОНТРОЛЬ Добрый вечер. И Вадим Родионов. И звукорежиссер Константин Рост у нас сегодня. Сразу же напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9, а также активно пользуйтесь нашим видеочатом. Напомню, что на портале MixNews.lv, в разделе, где осуществляется видеотрансляция из нашей студии, вы можете писать ваши комментарии, вопросы и вообще все, что душе угодно. Ну что ж, поговорить сегодня хотелось бы о педофилии, точнее говоря, о том, что делать с педофилами. Возобновилась эта дискуссия в обществе и по поводу химической кастрации, по поводу хирургической кастрации и по поводу даже, может быть, смертной казни. И сегодня у нас в гостях два эксперта, которые придерживаются в чем-то похожих, но в чем-то различных точек зрения на эту проблему. Я с удовольствием их представляю. Во-первых, это Линда Мурница, экс-глава МВД. Добрый вечер. Добрый день. Как так получилось, что ваш коллега по Сейму назвал вас, если я не ошибаюсь, защитником педофилов или как-то так было? Да, случай достаточно курьезный. Данное высказывание в наш адрес Центра Согласия обратил секретарь президиума парламента, господин Раснач. И связал он такую позицию, скорее всего, из-за пережитых как раз-таки травм своих, то ли в детстве, то ли уже в зрелом возрасте, как от жены, так, возможно, от других лиц. Как он указывал не раз в своих обесениях полиции, что жена его долго била и по разным местам. Поэтому данный вопрос, который сейчас акцентировался, он достаточно действительно интересный и курьезный, учитывая то, что Центр Согласия предлагал ужесточить наказание в уголовном законе по отношению тех лиц, которые совершили преступления по отношению к детям несовершеннолетним, касающиеся именно преступления на сексуальной основе. И господин Раснач не считал необходимостью исправить ту ошибку, которую допустил 10-й Сейм в середине 2011 года. Подождите, я понимаю, что возможны травмы господина Раснача по поводу общения с женой или с кем-нибудь еще, но все-таки вы что предлагали, ужесточить или смягчить? Потому что если вас называют защитниками педофила, соответственно, я так полагаю, вы что-то пытались смягчить, какую-то процедуру для педофилов. Какая была аргументация у вашего оппонента, господина Раснача? Здесь совершенно два разных концептуальных подхода. Если говорить изначально, то 10-й Сейм в июле 2011 года принял поправки к уголовному закону, которые уменьшили наказание, соответственно, педофилам и им подобным лицам в виде лишения свободы. То есть тяжкие преступления превратились в менее тяжкие. И в этом была концепция и позиция 10-го Сейма. В 11-м Сейме у нас произошла дискуссия, в результате которой правящая коалиция предложила изменить не уголовный закон и вернуться к состоянию, которое было до июля 2011 года, а изменить уголовно-процессуальный закон для того, чтобы удлинить сроки содержания под стражей лиц, которые подозреваются в совершении действий сексуального характера. И вот здесь наши мнения разошлись. Мы посчитали, что ошибка, которая была допущена в 10-м Сейме, никакие действия не были предприняты для того, чтобы ее исправить. А увеличение сроков уголовно-процессуальном законе лишь нанесет дополнительный удар по потерпевшим, которым надо было бы еще больше ждать судов. И сейчас достаточно информации, она очень интересна в том, что даже экспертизы не могут назначить, исходя из определенных количеств квот, которые есть у Министерства здравоохранения по количеству проведения экспертизы. И государство в этой ситуации просто-навросто не успевает, скажем так, совершить все следственные действия для того, чтобы дело передано в суд. И наша позиция концептуально была направлена на то, не чтобы заниматься ерундой и какими-то временными и несущественными изменениями, а прибегнуть к изменению уголовного закона и вернуться на состояние до июля 2011 года. То есть увеличить возможные наказания тем лицам, которые совершили данного характера преступные деяния. То есть какие наказания сейчас предлагаете для педофилов? На данный момент срок лишения свободы заключается до 5 лет. Мы, учитывая пожелания и рекомендации госполиции и инспекции по защите детей, предлагаем вернуться на срок до 6-7 лет, им увеличив тем самым планку, которая была до, еще раз повторяю, июля 2011 года. До того, как СССР совершил эту ошибку. Госпожа Мурница, давайте к вам теперь перейдем. Насколько мы читали ваше высказывание, вы говорили о том, что у педофилов вообще никаких прав нет и даже там упоминалась смертная казнь в этом контексте. Вы как считаете, как надо наказывать за подобные преступления? Ну, господин Алксенович говорит о тех наказаниях, которые, наверное, имеются в виду по поводу изнасилования и тому подобные преступления. Смертная казнь, я всегда защищала эту меру наказания в случае, когда педофил после изнасилования ребенка убил. И в этих ситуациях, я думаю, и общество наше 90% проголосовало бы за эту меру наказания. Но я знаю, что я очень радикальна по этому поводу, что Европа нас не поймет, как наши защитники прав человека всегда говорят. Но я думаю, что очень важно, что мы хотя бы об этом говорим. Если этих педофилов ничего не пугает, то, может быть, хотя бы сама дискуссия по этому поводу их заставит подумать о тех мерах, которые могут быть приняты к ним. А какой, на Ваш взгляд, мог бы быть компромисс между тем, что они, возможно, заслуживают смертную казнь за убийство ребенка, и тем, что Европа нас не поймет, если мы ее действительно начнем вводить? То есть, какая могла бы быть золотая середина, скажем так? Ну, я думаю, что парламент должен продолжать дискуссию на тему кастрации химической или хирургической. Такая дискуссия поднималась в парламенте каждый раз, когда происходило преступление. И, к сожалению, это происходит именно тогда, когда происходит преступление. Какое-то время после преступления эта дискуссия продолжается, но заканчивается, как только забывается актуальность этой проблемы. Потому я думаю, что вот я надеюсь на центр согласия, что они сейчас добьются того, чтобы эти меры наказаний по годам были больше. Но я думаю, что я знаю, что господин Адамс, он защищает идею о химической кастрации, по-моему. И я думаю, что очень важно, что эта дискуссия проходит. Я знаю, что в парламенте очень трудно чего-то добиться. Я сама четыре года работала над изменениями по отношению тех же педофилов, чтобы к ним не относилось предвременное освобождение. Четыре года над этим надо было работать, чтобы изменить очень маленький один пункт в законе. Так что это очень долгая и такая очень трудная работа в парламенте. Но я думаю, что если напоминать об этом, то и парламент соберется силами и примет и другие изменения. Но на ваш взгляд, те семь лет, которые сейчас отставят центр согласия, этого достаточно? Конечно, этого недостаточно, да. Ну, я всегда была очень радикальная. Я уже говорю, что даже при первом случае, когда человека можно признать педофилом, должны применять намного строже меры наказания, как, например, действительно кастрация. А в случае убийства ребенка это должна быть смертная казнь. Но поскольку смертной казни не будет, то хотя бы каким-то образом надо предотвратить, чтобы этот человек не мог еще раз кого-то изнасиловать или сделать все возможное, чтобы он не смог продолжать свои преступления после того, как он через эти, например, семь лет выйдет на свободу. Господин Александрович, вам не кажется, что семь лет как-то маловато за подобного рода преступления? Может быть, действительно стоит подумать о чем-то более серьезном? Понимаете, здесь нам надо сразу же тогда определиться, по какого рода преступлениям мы говорим. Если, скажем так, это ситуация, как Ромео и Джульетта, да, где он совершеннолетний, а она не достигшая 16 лет, то вообще любого рода сексуальные отношения между лицами, они запрещены. Но у нас уголовный закон предусматривает этой ситуации наказание. Это одни ситуации. Другая ситуация, как я соглашусь с госпожей Мурлиц, в том, когда, если человек, допустим, после изнасилования убивает другого лица, но здесь тогда мы уже говорим о другом составе. Это тогда убийство при отягчающих обстоятельствах, и здесь на данный момент закон уже предусматривает пожизненное заключение. И семь лет, о которых мы говорим, здесь надо говорить о конкретных статьях и в рамках конкретных дел. И, на мой взгляд, уголовный закон на данный момент, в той форме, в которой он есть, при определенных отягчающих обстоятельствах, убийства, сокрытия следов, сокрытия трупа, он достаточно адекватен. И наказание, которое может понести, учитывая то, что парламент 11-й отказался, действительно, исходя из регул европейских и всех рекомендаций от смертной казни, является пожизненное заключение, которое на данный момент, на наш взгляд, действительно приемлемо и будет адекватно тому преступлению, которое человек совершил. Если мы говорим о позиции господина Адамсона, то, действительно, согласие на данный момент выступает за то, чтобы те сроки, которые были уменьшены в 10-м СЭМе при большинстве голосования парламента, чтобы они бы вернулись в исходный вид для того, чтобы те преступления, которые сейчас признаны менее значительными, чтобы они были признаны преступлениями тяжкого характера, со всеми вытекающими последствиями, как вынесение наказания, на что влияет квалификация, так и сроки предварительного заключения, и расследования дел, и аргументы, которые учитываются для того, чтобы или человека арестовывать или задерживать. Одновременно у нас ведется дискуссия по поводу вспомогательных мер, как выявлять их, как реализовывать дополнительный контроль над ними. А насколько это эффективно? Потому что об этом говорят достаточно много, но, тем не менее, как мы понимаем, серьезных продвижений на этом поприще нет. К сожалению, вся эффективность борьбы с преступностью не только на почве сексуального характера – это вопрос финансирования. И, действительно, вопрос финансирования у нас в государстве достаточно актуален. Уменьшение и недостаток средств как в Министерстве внутренних дел, так и в Министерстве юстиции по поводу произведения экспертиз, он тоже влияет как на сроки следствия, так и на соответствующий надзор, на ресортизализацию, на то, чтобы данные люди больше не совершали. И если мы, допустим, говорим на тот вопрос, который сейчас затронул экспорта Мурница, он действительно интересен по поводу химической кастрации. И это практикуется в большинстве стран Европы, и химическое есть, и хирургическое. Вопрос только в том, хватит ли государству средств для того, чтобы обеспечить, чтобы эти люди больше не совершали. Но можно и после первого посещения у психиатра, когда психиатр выявляет у него такого рода склонности, надевать на него ошейник или на руку браслет для того, чтобы следить, где он находится и к каким действиям он склонен. Вопрос денег. Госпожа Мурница, не считаете, что пожизненное заключение в данном случае, скажем так, дает какую-то гарантию того, что человек таких преступлений больше не совершит? Но он же сидит, он не имеет возможности доступа. В этом случае, то, о чем я перед этим говорила, об изменениях в законе, в 9-м сейме были приняты изменения, что пожизненное заключение, на сегодняшний день действительно пожизненное заключение. Незадолго до этого случалось так, что человеку присудили пожизненное заключение, а он, например, за отличное поведение и через 20 лет мог освободиться и продолжать делать то же самое, что 20 лет назад. Но в этом случае… Сейчас не может. Поскольку в законе сделаны изменения и не подлежат такие лица обжалованию и досрочному освобождению. Так что пожизненное заключение очевидно действительно один тоже из компромиссов. Конечно, я думаю, что наше общество в любом случае в этой ситуации считает, что человек, который убил ребенка, не заслуживает того, что он содержится всю жизнь на деньги налогоплательщиков. Я думаю, что это в основном общественное мнение и такое. Но, в принципе, если мы говорим о том, что он изолирован из общества и не может продолжать свои действия, то это тоже один из вариантов, как защищать детей. – Господин Александрович, на Ваш взгляд, если действительно с рациональной точки зрения подходить, материально, может быть даже, а почему общество должно всю жизнь оплачивать проживание, питание человеку, который совершает настолько тяжкие преступления? – Ну, это, я думаю, вопрос политики государства и отношения государства к праву. Здесь, конечно же, это определенный политический выбор, каким принципам следовать, или принципам права и прав человека, которые сейчас, скажем так, в культурной и либеральной площадке Европы превалируют над другими принципами, или же руководиться простыми принципами Толиона и, скажем так, также ему возместить. Но в этой ситуации надо сделать оценку, не является ли пожизненное заключение действительно более тяжким наказанием для человека, чем смертная казнь, ведь он находится в заключении при определенных условиях, не имеет возможность на освобождение, каждый день, скажем так, испытывает определенный характер неудобства, режим, достаточный надзор, контроль, каждый день, допустим, с ним работают, надзирают. Не является ли в какой-то степени это даже большее наказание, чем смертная казнь? – Ну, это, может быть, и является, но как же деньги все-таки? – Это первый момент. Второй момент – это возможность пересмотрения дела и возможная судебная ошибка. Ведь суд также может допустить ошибку при осуждении и принять решение, если человек будет, допустим, расстрелян или повешен, и будет исполнена смертная казнь, то исправить судебную ошибку в будущем невозможно. – Подождите, если его химически кастрируют, то исправить ошибку тоже будет невозможно? – Ну, в этой ситуации хотя бы последствия не будут настолько отягощающие, человек останется жив. Поэтому тут, конечно, нет у нас никакого гуманизма, и мы должны быть немножко посредственны, но если смотреть со стороны законодателя, мы должны определить тогда, есть ли достаточный ресурс и представляет ли достаточно возможность законодатель судебной власти определить как достаточное наказание, анализируя конкретные материалы дела. И эти действия могут быть разными. Конечно же, для человека, по отношению которого произошло это горе, он, конечно, жаждет самого тяжкого, и это совершенно понятно. Поэтому у суда должно быть достаточно механизмов и рычагов для того, чтобы определить то наказание, которое он считает нужным. – 672-12-93-9 и 672-13-93-9 – телефоны прямого эфира. Также не забывайте пользоваться нашим видеочатом. Напомню, что на портале MixNews.lv в разделе, где осуществляется видеотрансляция из нашей студии, можете оставлять ваши комментарии. И у нас уже достаточно много по каналам нашего видеочата пришло сообщений. Не все, конечно, их могу засчитать, но некоторые, в общем, если обобщить, сводятся к тому, что чего с ними церемонится, всех нужно отставить к стенке. Это, конечно, относится к педофилам. Давайте примем еще звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. – Добрый вечер. Если человек не может в обществе существовать, он должен быть изолирован. Это однозначно. И так как у него это от природы явление, то он должен быть пожизненно изолирован. Никакая тюрьма его не исправит. А насчет химии и физики у меня отдельный вопрос. С психологами вы советовались какими-нибудь? Ведь это может переродиться в другую агрессию. Он может стать просто маньяком, убийцей или еще каким-то другим выродком. Надо думать, наверное. Спасибо. Во второй части нашей программы мы свяжемся с психиатром Ариэлем Резник-Мартовым и спросим его, в том числе и о последствиях химической или хирургической кастрации, как это может отразиться, и о том, что вообще из себя представляют педофилы, и можно ли их перевоспитать. Об этом поговорим во второй части передач. Но в этой продолжим пока говорить о текущих делах. Господа Мурница, вот если действительно подумать на эту тему, как можете прокомментировать этот последний звонок? Про кастрацию химическую? Да, по поводу того, что, ну хорошо, может быть, действительно обработают, скажем так, химическим образом этих преступников. Где факт, что это не выльется в какой-то другой форме? Станет ли это панацеей, скажем так? Конечно, я слышала мнение, что если человек педофил, то он может изнасилование производить и каким-то другим образом. Но я думаю, что если человек это примет как меру наказания, то он, наверное, поймет, что это настолько серьезно, что следующий шаг уже тогда в таком случае действительно может быть или пожизненное заключение, или достаточно строгое слежение за ним. Я считаю, что сейчас, в принципе, нашей службе пробации и также полиции просто, вот как господин Элкс, потому что нет столько средств, сколько надо было для государства, не способны заниматься, я думаю, профилактикой и выследить, где же эти педофилы находятся. Мы об этих браслетах тоже говорили, по-моему, 4 года или даже больше, да, и так они не введены даже в режиме теста, да. Так что мы проследить за ними не можем, ни одна из служб. Конечно, они надзираются, и есть учет, сколько их, по-моему, 140 на данный момент, но которые уже неоднократно совершали преступление. Так что я думаю, что это действительно проблема, для которой государство должна найти деньги, и для профилактики, и также для той же химической кастрации, если бы это была политическая воля, такую производить. А насколько сегодня общество защищено от этих людей, от педофилов? Насколько сейчас, учитывая скромные средства, которые на этой цели выделяются, вообще эффективна эта система контроля, слежения и так далее? Или, в общем-то, все как получится, потом узнаем? Нет, не так уж хорошо живется педофилам, чтобы они могли спокойно сидеть дома и думать, что никто о них не знает и не следит. Я была тем человеком, который хотела ввести регистр педофилов, чтобы он был доступен, но не публично, чтобы их всех родителей и другие заинтересованные лица не зарезали своим... Суд-линч устроен. Не устроили бы что-то такое, но, в принципе, я считала, что такой регистр должен быть доступен больше, чем он на этот момент есть. А на данный момент, извините, он кому доступен? На данный момент в ходе этой работы мы выяснили, что, в принципе, этот регистр доступен, например, директорам школы. И если директор школы хочет принять на работу, например, учителя, то у него есть возможность проверить, не является ли этот учитель, например, осужденным за такие действия. Так что если те люди, которые заинтересованы защитить детей, хотят узнать о конкретном человеке что-то, они это могут сделать. Но я думаю, что мы должны добиться и того, чтобы, например, родители, если они видят в окружении своих детей или соседей, например, человека, который им кажется подозрительным, чтобы они тоже могли проверить вот этого человека. Я думаю, что, может быть, с помощью полиции это возможно, но люди об этой информации не знают. Так что я думаю, что мы просто должны об этом больше говорить, и педофилы сами будут бояться находиться поблизи людей, которые будут информированы. Давайте продолжим обсуждать эту тему в следующем получасе. Сейчас прервемся на новости, но обязательно вернемся. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Ну, а мы продолжаем. Это программа «Войск контроля». В студии по-прежнему Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. И звукорежиссер Константин Рост у нас сегодня. И сразу же телефоны прямого эфира. Напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. А также не забывайте пользоваться нашим видеочатом. Напомню, что на портале «Микс Ньюс ЛВ» в разделе, где осуществляется видеотрансляция в нашей студии, можете писать свои вопросы и комментарии. Ну что же, на новости мы ушли, скажем так, на разговоре о публичном регистре или полупубличном, как у нас сейчас называется. То есть, на данный момент он доступен кому? Потому что вы говорите, господа Морница, вы говорили, что родители могут узнать. То есть, на данный момент могут или публичным, или нет? Я думаю, что родители сами не могут. Они могут, наверное, идти в полицию, узнавать. И там это уже зависит от полиции, как они будут подходить к этому вопросу. Но ясно, что директора школ, директора детских садиков могут. И все те люди, которые отвечают за безопасность детей, у них есть эта возможность узнать. Я думаю, что сами родители могут, наверное, обращаться в полицию. И тогда полиция выясняет, подозрителен ли этот человек, который находится где-то в окружении детей или в окружении какой-то школы, например, или нет. А сейчас у нас на прямой телефонной связи известный врач-психиатр Ариэль Резник Мартов. Добрый вечер, Ариэль. Добрый вечер. По поводу педофилов. Вот, может быть, вы сможете объяснить, что это за явление? Является ли это патологией? Или как вообще можно классифицировать людей, которые, не знаю, страдают или, во всяком случае, имеют такой недуг? Как вы, как специалист, определяете? Я думаю, что это может проявляться в рамках самых разных расстройств. И я думаю, в отличие от правильной диагностики, расстройство зависит и насколько человек наказуем, и какие меры лечения или наказания к нему применимы. То есть это может быть как проявление расстройства в сфере влечений. И это может быть в рамках того, что называется психопатии, расстройства личности. Это может быть в рамках чего-то, связанного с органическими нарушениями. То есть врожденные или приобретенные травмы центральной нервной системы, которые очень сказываются на способности человека руководить своими действиями. То есть можно ли говорить о том, что это в любом случае больные люди? Я думаю, что можно, но совсем не в любом случае. То, что эти люди больные, означает, что они не осознают, что они совершают преступление. Хорошо, но насколько, на ваш взгляд, они поддаются лечению? Потому что во многих странах, наряду с тем, что педофилов сажают на 10-20 лет, и их еще проводят через принудительное лечение. Насколько возможно, что человек выйдет после такой процедуры более или менее хотя бы здоровым? Это тоже зависит от того, в рамках какого расстройства проявляется педофилия. То есть я думаю, что любой человек, или, скажем так, любой человек с нормальным интеллектом, ощущающий, что его тянет к несовершеннолетним, существует сексуальное влечение, осознает, что это незаконно, что это преступно, и в его воле или обратится за помощью, прежде чем произойдет какое-то преступление, или не обратится. И я думаю, что лечение во многих случаях способно помочь, начиная от психотерапии, кончая некими методиками, подавляющими сексуальными влечениями, позволяющими удержать себя в руках. То есть если на частях весов, с одной стороны, сексуальное влечение одного человека, а с другой стороны, личность и судьба ребенка, и вся его дальнейшая жизнь, здесь человек, наделенный нормальным интеллектом, способен сделать выбор. Насколько адекватным является принудительная химическая или даже хирургическая кастрация, о которой сейчас дискутируют во многих странах, а в некоторых странах уже активно применяют по отношению к педофилам? Как вы оцениваете это с психологической, может быть, точки зрения? Поможет это избежать в дальнейшем вот эти люди? Я думаю, что поможет. Я думаю, что поможет. Я думаю, что, опять же, с одной чаши весов сексуальная жизнь отдельного взрослого человека, осознающего происходящее, а на другой стороне то ужасающее воздействие, которое на ребенка оказывает сексуальное насилие, или сексуальная связь, которую он не очень контролирует, здесь, мне кажется, нет мер, которые нельзя было бы применить. Хорошо, но на ваш взгляд, какие методы могли бы быть наиболее адекватными? Потому что сейчас идет дискуссия, упоминается даже смертная казнь, или даже принудительная кастрация, или сажать, или лечить. Вот вы бы к чему склонялись все-таки? Может быть, действительно надо вводить принудительную кастрацию, или, может быть, даже смертную казнь? Я бы в каждом конкретном случае исходил из того, опять, в рамках какого расстройства проявляется педофилия. Когда-то много лет назад я работал на судебно-психиатрической экспертизе. Тогда даже еще не было понятия ограниченной вменяемости. И я видел человека, который от рождения были некие органические нарушения центральной нервной системы с расстройством поведения и достаточно невысоким интеллектом. Человек трижды совершал одно и то же. Напиваясь, он приставал в подъезде к несовершеннолетней девочке, его сажали, с ним там делали все то, что с подобными людьми часто происходит в местах заключения. Он выходил, про какое-то время он начинался и делал то же самое. Я думаю, что в данном случае речь могла идти и об ограниченной вменяемости, и, возможно, химической кастрации тоже, потому что этому человеку явно лучше жилось бы на свободе, чем то, что с ним происходило в местах заключения. И я думаю, что вопрос смертной казни – это отдельный. Это вопрос вообще в дискуссии о том, допустима ли смертная казнь. Но, на мой взгляд, химическая кастрация – вполне допустимая методика для того, чтобы спасти судьбу детей. А чем закончилась история вот этого человека, которого Вы упомянули? На тот момент судебно-психотическая экспертиза, ну, она всегда должна стать ответ на вопросы. Человек способен ли осознавать последствия своих действий на момент совершения преступления, и его расстройство, его заболевание делает ли его невменяемым. Диагноз, насколько вы понимаете, того человека в рамках того диагноза, который Вы поставили, но, скорее всего, Вы посадили опять. Хорошо, спасибо. Напомним, что на прямой телефонной связи с нашей студией был известный латвийский врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Ну что ж, давайте продолжим, может быть, разговор по поводу того же регистра. Насколько я понимаю, он на данный момент все-таки не совсем открытый. Я помню эти дискуссии о том, что не совсем, может быть, гуманно было бы сообщать всему обществу, что вот за стенкой живет педофил, потому что, опять же, последствия для этого человека могут быть непрогнозируемыми. Насколько на данный момент существует, может быть, политическая воля или, не знаю, желание, может, отдельных политиков, действительно открыть этот регистр, чтобы родители не через директоров школ, не через детские сады, а через полицию, где надо попросить еще убедить, что эта информация нужна, чтобы простые люди могли получать доступ к такой информации. Господин Алкс, на эту тему у вас дискуссия не ведется? Дискуссии на эту тему на данный момент нет, но если мы углубляемся в вопрос именно данного регистра, то надо признать, что данный регистр, он действительно есть как таковой, но это не само совершенство, которое мы хотели бы. Ведь очень много и латентных педофилов, и очень много людей, которые имеют склонность к сексуального характера преступлениям, и они в этом регистре не включены, ведь основной принцип отбора этого регистра – это люди, которые были осуждены по признакам определенного одного или другого преступления. Это, во-первых. С другой стороны, если мы говорим о регистре, то это политическая воля не сколько парламента, сколько исполнительной власти, и исполнительной власти на уровне кабинета министров, для того, чтобы выделить достаточное финансирование, для того, чтобы данных людей можно было бы как выявлять, так и вносить в регистр, так и с ними работать. И это очень большой комплекс мер, начиная от психологов и рабочих мест, заканчивая действительно лечением их одним или другим методом, для того, чтобы это преступление, которому он склонен, для того, чтобы оно не было бы совершено. Это первое. Второе. Что касается данного регистра и всех лиц, допустим, которые совершают повторного рода такие деяния, то, на мой взгляд, одна ситуация, когда государство о нем не знает, когда государство затратило достаточно средств для того, чтобы попытаться выявить его, совершенно другая ситуация, когда государство человек известен, и он совершает повторное деяние, и государство, допустим, после первого ничего не сделало, чтобы его исправить, вылечить или как-то изменить, или уменьшить его влечение, то в этой ситуации, на мой взгляд, ответственность ложится на государство как таковое, лишь потому, что это второе преступление произошло. Отвечая по сути, нужно ли оно, чтобы был публичный, то я думаю, что нет. Я думаю, что действительно, как для директоров школ, так и, допустим, для родителей, полиции, и в одном-другом случае можно допустить к этому регистру. Но для того, чтобы при ситуации, когда с больными людьми работают, когда ведется за ним достаточный контроль, я не думаю, что эти данные надо публиковывать в таком роде, чтобы... А контроль у нас не ведется, насколько мы понимаем, в достаточной мере. Я не думаю, что выделяется достаточный ресурс для того, чтобы он был бы эффективен, для того, чтобы с людьми работали бы. Я думаю, это все происходит достаточно на бумаге, достаточно формально, И у нас, скорее всего, в плане надзора выгоднее ввести, допустим, те же фоторадары, чем простой браслет человеку на руку, для того, чтобы в онлайн-режиме знать, или где он находится, или соблюдает, допустим, он полицейский надзор после освобождения, или другие условия, которые ему постанавливает суд. Ведь также можно и постановить принудительное лечение, если он, допустим, невменяемый. Достаточно активно приходят нам сообщения по каналу нашего видеочата, зачитаю буквально несколько. Все очень просто, поднять срок до максимума, плюс к этому химическая кастрация, плюс информирует общественность о его нахождении после срока. Возможно, система США, электронный ошейник и ограничение на приближение к определенным местам. Еще одно предлагает такую альтернативу, перейти на практику арабского мира. Украл, отрубает руку, изнасиловал, то лишает детородного органа. Телефон у нас тоже сейчас раскалывается, давайте примем звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вот вы говорите о лечении этих людей. Вот, честно говоря, я не очень-то понимаю. А вот как вы будете лечить, скажем, Элтона Джона? Или как бы вы лечили Чайковского? Ну, Элтон Джон не педофил, насколько известно. Он просто человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Ориентация там небольшая, как говорится. Но все-таки, ведь люди, которые слушают эту музыку, они относятся по-разному. Ну, это немножко некорректно высказывано, что радиослушатели. Все-таки давайте разделять вещи, которые связаны с людьми нетрадиционной ориентации, и педофилией. Это совершенно несопоставимые, на мой взгляд, вещи. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните и участвуйте в нашей беседе. А вот что касается химической кастрации, о которой мы сегодня уже достаточно много говорили, то интересен опыт Чехии, потому что там применяется этот способ активно. И, что интересно, британский таблоид САН опубликовал несколько интервью с чешскими сексуальными преступниками, прошедшими процедуру и как химической, так и хирургической кастрации. И что интересно, как пишет издание, по словам преступников, кастрация им помогла, и если бы они прошли через эту процедуру раньше, то это помогло бы избежать новых преступлений. Насильники признаются, что после процедуры стали более спокойными и уравновешенными. Итак, например, один из преступников интервью изданию признался, что советует пройти через операцию всем педофилам, так как это поможет изменить им жизнь к лучшему. Ну, достаточно интересная такая точка зрения. Да, учитывая все вышесказанное, а также тот факт, что и господа Морница, и господин Элкснич признают, что должного контроля за педофилами, даже осужденного у нас нет, почему на данный момент в том же парламенте не ведется на серьезном уровне дискуссия о химической или хирургической кастрации? Такая дискуссия ведется. Один из депутатов парламента подал предложение, и, если я не ошибаюсь, то в 20-х числах апреля будет дискуссия о парламенте со специалистами, которые выскажут свое мнение и свое отношение по поводу химической или хирургической кастрации педофилов и возможных изменений в законе, которые необходимы. Действительно, дискуссия актуальна, и парламент в этом вопросе не стоит на месте. Ну, а насколько чувствуется, есть какая-то поддержка? Ведь обсуждался, наверное, этот вопрос, не знаю, на комиссиях или как? Данный вопрос на комиссиях не обсуждался. Мы крутимся так, как парламент в основном к этому привык, или к изменениям парциальных норм в виде сроков, или в виде изменений в уголовный закон. Но сейчас, исходя из того, что Европа идет вперед, и, допустим, одного или другого рода кастрация, допустим, Швеция, она происходит по выбору свободному того человека, который осуждается по такого рода преступлению, то в этой ситуации, думаю, парламент не заставит больших трудов при определенной воле и финансировании изменить закон для того, чтобы правоприменитель, суд, действительно, наша цель создать механизм для того, чтобы, учитывая каждый конкретный случай, суд мог бы постановить или меру пресечения и наказания одного вида, или дополнительно необходимо какое-то хирургическое вмешательство, или же решение. Мы конкретные дела, по сути, не рассматриваем. Нам надо создать возможность, чтобы суд, как, скажем так, чтобы появился такой инструмент, для того, чтобы он мог бы при определенной ситуации их это применить. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефон напрямого эфира. Давайте последний в этом чате звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу сказать, не только детей, бывает, нападают не только на детей, но и на молодых женщин, девушек. Вот. И со мной тоже такой случай был, когда я была молодая. Поэтому я предлагаю, хорошо, что я была вооружена газовым пистолетом, ну, газовым баллончиком, да, и накормила этого сексуала, хорошо его накормила, и что у него пропало желание всякое. Я спокойно даже не побежала, спокойно пошла. А вместе с ним стоял еще другой, который, ну, на контроле, как сказать, ну, охранял этого уголовника. Ну вот, и что я хочу сказать, что девушкам и женщинам и подросткам не надо ходить даже в светлое вечернее время по малолюдным местам, где вот природа, где вот парк малолюдный, или там еще где-то такое место подобное, малолюдное. Поэтому там особенно даже в летнее время, даже в светлое время могут быть вот такие нападения. Спасибо за Вашу точку зрения. Наверное, будем подводить итоги нашей сегодняшней дискуссии. Давайте буквально по 10 секунд, чтобы подытожить все, о чем мы говорили. Что же, на Ваш взгляд, господин Алексеевич и госпожа Мурница, необходимо делать с педофилами? Давайте 10 секунд. Во-первых, нам надо в парламенте рассмотреть изменения к уголовному закону для того, чтобы увеличить сроки, и мы вернуться на ситуацию, которая была до июля 2011 года, это первое. Второе, нам надо создать достаточно механизм рычагов для того, чтобы суд, исходя из конкретного материала дела, мог бы постановить меру и вид наказания, исходя из заключения, заканчивая лечением и химической, или хирурической гастрацией. Госпожа Мурница, Ваша позиция. Я уверена, что господин Алексеевич в парламенте этим и будет заниматься, так что я спокойно могу просто следить за этим со стороны. Но я хочу сказать очень важную вещь, что те люди, которые защищают права человека, должны помнить о том, что есть и конвенции по поводу прав, УПУРТ, СИБС, защиты потерпевших, да. Эта конвенция настолько же важна, да, столько все конвенции по поводу прав человека, которые они относят к преступникам. Так что я думаю, что когда и Министерство юстиции об этом вспомнит, да, не будет продвигать такие изменения в законе, которые уменьшают сроки. Спасибо. Это была программа «Войск контроль». Напомним, что у нас в гостях сегодня были Линда Мурница, экс-глава МВД и депутат Сейма Андрей Элкснич. Кто из наших гостей сегодня прошел наш «Войск контроль»? Судить вам нашим радиослушателям. Аксана Антоненко и Вадим Родионов. С вами прощаемся до завтра. Завтра встретимся в программе «Вопрос с пристрастием». Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...